Я бы хотел рассказать вам о когортном анализе. Идея когортного анализа состоит в том, чтобы выделить группы пользователей по отдельным признакам и отследить поведение этих пользователей во времени. Обычно группы пользователей выделяют на уровне недели или месяца. Выделив такие группы пользователей, вы можете следить за ними в течение времени и отслеживать ключевые метрики для каждой отдельной когорта. Когортный анализ в Google Analytics находится в разделе «Аудитория» и так и называется «Когортный анализ». Как он выглядит? Он выглядит примерно вот так. Важно понимать, что посещая ваш сайт, пользователи приносят вам деньги не только в свой первый визит. С помощью когортового анализа вы можете посчитать, через какой промежуток времени после своего первого визита пользователь принес вам деньги. Например, продажа услуг с помесячной оплатой. Если просто взять месяц, взять доход и посещаемость, посчитать, сколько денег пользователи принесли в тот или иной промежуток времени, такой анализ будет не совсем корректным, потому что какую-то часть денег пользователи приносят, какие-то деньги приносят пользователи, которые пришли на ваш сайт в предыдущие периоды. А с помощью когорт можно узнать, сколько денег принесли пользователи, которые впервые зашли на ваш сайт именно в какой-то конкретный промежуток времени. Отмечу, что на данный момент в интерфейсе Google Analytics есть возможность строить когорты только по дате первого посещения сайта. Давайте посмотрим, как этот анализ выглядит в интерфейсе Google Analytics. Мы зашли в когортный анализ в Google Analytics и видим его настройки. Вы можете выбрать размер когорта. Это по дням, по неделям, по месяцам. Как я уже сказал, тип когорты можно выбрать только дату первого посещения на данный момент, выбрать показатель, по которому вы хотите провести анализ, например, это может быть доход, и диапазон дат за последние 7, 14, 21 и 30 дней. И, соответственно, после настройки когортного анализа вы увидите данные на графике и в таблице. На сегодня у нас все. Спасибо за внимание. Если у вас остались какие-то вопросы по данной теме, буду рад помочь. Мои контактные данные вы можете видеть на слайде. Спасибо.